С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. В столице региона прошел съезд регионального общественного движения Ассоциация Неницкого народа Ясавей. Раз в три года делегаты съезжаются со всех уголков округа, чтобы поговорить о проделанной работе, достигнутых успехах и избрать новый состав органов управления. Нынешний съезд стал одиннадцатым в истории существования Ясавей. Я помню первый съезд, был еще в старом ДК культуры. Люди, чтобы попасть на съезд, приносили из дома стулья. Вот какая была вера в то, что, создав ассоциацию, будут решаться вопросы и в области оленеводства, язык, культура. Ассоциация Неницкого народа Ясавей была образована 12 декабря в далеком 1989 году. В этот же день Ангелина Ордеева была избрана первым ее президентом. Как и 26 лет назад, главной задачей общественного движения Ангелина Сергеевна считает сохранение и развитие ненецкого языка и национальной культуры. Я считаю, что все-таки надо возрождать преподавание ненецкого языка в педагогическом колледже. Пусть будет три человека, пусть будет пять человек. Нужны научные кадры. Мы безмерно благодарны Марии Аклевне Барниче. Ну вот, человек не вечен на земле, а на смену кто придет? Вопросительный знак. Проблема сохранения и развития ненецкого языка, о которой говорит Ангелина Ордеева, сегодня решается совместно с органами исполнительной власти региона. В ходе работы съезда губернатор округа Игорь Кошин напомнил об одном из последних результатов – возрождении программы по изучению ненецкого языка в школах. В минувшем году они, наконец, получили пособия, выпущенные издательством просвещения специально для нашего округа. Также были оборудованы специализированные классы. Глава региона выразил надежду, что это подтолкнет молодое поколение к изучению языка своих предков. Важно язык не только сохранить, но и развивать, отметил губернатор. Кроме вопросов сохранения языка и культуры, Ассоциация ЕСАВЭИ работает над решением проблем социально-экономической жизни ненецкого народа. Ассоциация имеет право вносить на рассмотрение собрания депутатов проекты законов, которые подлежат обязательному рассмотрению и принятию. Общественное движение Ассоциации ЕСАВЭИ сегодня в соответствии с уставом ненецкого автономного округа имеет право законодательной инициативы собрать депутатов. Кроме того, представители Ассоциации имеют право участвовать в обязательных общественных слушаниях нормативно-правовых актов по вопросам реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа. Кстати, ЕСАВЭИ в переводе с ненецкого означает «проводник, знающий местность». Опыты, знания членов движения, их работа в законодательной и исполнительной власти округа служат базой для принятия решений, влияющих на качество жизни коренного населения, уверены глава региона Игорь Кошин. Безусловно, у нас с вами еще очень много проблем. Очень много проблем в участии в наших населенных пунктах, очень много проблем, связанных с инфраструктурным развитием наших территорий, очень много проблем с хозяйствами. Вопросы очень много связанных с образованием, с подготовкой кадров. Очень много проблем, и я думаю, не надо о них замалчивать ни в коем случае, о них нужно говорить, нужно искать пути решения. В кульминации съезда Ассоциации ИСАВЭИ стало избрание нового президента. Искать пути решения общих проблем, возглавлять движение ненецкого народа по защите его законных прав и интересов в ближайшие три года будет Юрий Хатанзейский. Он стал седьмым президентом в истории регионального общественного движения Ассоциация ненецкого народа ИСАВЭИ. Ему предстоит продолжать большое дело. И, как справедливо отметила первый президент Ассоциации ИСАВЭИ Ангелина Ордеева, самое важное, что должно помогать в этом нелегком пути – это историческая память, память о своем роде и предках. Мы все вышли откуда? Из тундры. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...